Я хотела бы, конечно, отдельно сегодня остановиться на последних заявлениях из Вашингтона, которые прозвучали в ночь со среды на четверг по московскому времени. Мы вчера их, к сожалению, начали получать поздно ночью. Была надежда, что к утру будут эти заявления дозавуированы в связи с их не то что неуместностью, а вообще не соответствием каким-либо недипломатическим, а вообще человеческим нормам, нормам гуманизма. Но, к сожалению, этого не произошло. И, наоборот, произошло обратное, произошло подкрепление одних неуместных заявлений другими еще более неуместными заявлениями. О чем идет речь? Вчера официальный представитель Госдепартамента США предостерег Россию насчет возможных вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке, Севере Африки в случае сохранения российских подходов по сирийскому кризису. Он, в частности, заявил, я цитирую, «Экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые, несомненно, будут включать в себя удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел. И они, россияне, продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова, подчеркиваю, снова самолеты». Вот таким образом, это речь идет о представителе Госдепартамента США, о дипломатии. Мало того, речь идет, я не хочу переходить на личности, я понимаю, что мы коллеги, но я хочу обратить ваше внимание, что такие заявления позволяет себе делать человек, в чьей карьере, в чьем творческом пути значатся годы на военной службе. Если люди позволяют себе говорить о своих коллегах, о тех людях, которые близки по профессии в таком тоне и с таким цинизмом, я хочу задать вопрос, а что дальше? Это был ответ на вопрос, который был задан американскому представителю относительно возможных последствий продолжения насилия в Сирии. Я также хотела бы обратить ваше внимание на фразу относительно вакуума, вакуума, видимо, власти, о котором говорил представитель США. Ведь именно Вашингтон настаивает, в том числе вместе со своими союзниками в регионе, на уходе законно избранного президента. Если сейчас в Вашингтоне полагают небезопасным тот вакуум, который имеется сейчас, то что же, по мнению Вашингтона, будет, если уйдет законно избранный президент и законное правительство этой страны? Ведь должна же быть какая-то логика в словах. Идем дальше. Фактически, то, что было сказано, накладывает на нас вину за активизацию экстремистов в Сирии, которых именно американская страна настойчиво позиционирует как некую умеренную вооруженную оппозицию. То есть, говоря о том, что экстремисты начнут действовать, о ком конкретно идет речь? Неужели от той самой умеренной оппозиции, которую так опекают в Вашингтоне? Я хочу напомнить, ведь это именно американцы взяли на себя обязательство, подтвердили его публично, урезонить этих самых оппозиционеров, которыми, как мы теперь понимаем, прямое или опосредованное взаимодействие действие никогда по Шелтонам не прекращалось. По сути, и мы не можем иначе расценивать подобные заявления, оно является ничем иным, как призывом, руководством к действию. Это заявление, как мы понимаем, обращено именно к этим самым радикалам. И мы не можем, у нас нет другого варианта, так как эти заявления не были дезавуированы, иначе этого расценивать. Я хочу привести Вам один пример. После того, как в Европе или в Соединенных Штатах Америки не так давно происходили теракты, и российская сторона выражала моментально сочувствие, слова поддержки, предложения о помощи, мы читали очень часто в американских средствах массовой информации или спонсируемых на американские деньги средствах массовой информации о том, что Россия и ее представители, официальные лица выражают недостаточное сочувствие в связи с произошедшими терактами. Недостаточное сочувствие. Как же можно говорить о том, что мы выражаем недостаточное сочувствие, когда сегодня звучат такие вещи, как ваши солдаты будут возвращаться на родину в мешках? Представьте себе, вот просто на секунду представьте себе, что в 2001 году после страшных террористических атак, которые произошли в Соединенные Штаты, и которые были восприняты Соединенными Штатами и руководством этой страны как атака на их государство, не как локальные террористические акты, даже не как теракты, совершенные международным терроризмом, а как атака на Соединенные Штаты, на все их государство. Так вот представьте себе, что после этих террористических атак, например, пресс-секретарь президента Российской Федерации или представители Министерства иностранных дел выступили бы с подобными заявлениями, с которыми сегодня выступили официальные представители Госдепартамента США. И, например, кто-нибудь с российской стороны, кто-нибудь из Москвы позволил себе подобное изречение о том, что если Вашингтон не изменит свою политику в отношении Ближнего Востока или иных стран, то терактов будет больше. Вы можете себе представить такое? Такое невозможно себе вообще в принципе представить. И это невозможно себе представить не только нам здесь, в Москве, что такие заявления могли бы быть. Тогда это невозможно было представить себе в Вашингтоне. У меня есть доказательства. Пресс-секретарь Джорджа Буша-младшего, Ари Флейша, в отношении тех событий и действий российского политического руководства сказал, что у США не могло быть лучших союзников 11 сентября 2001 года, чем Россия и ее президент. Это слова американского представителя, который помнит и знает, как развивалась история. Я понимаю, что американские политики мельчают, но не настолько же. Я могу вам сказать, что наш взгляд сегодняшние действия Вашингтона и эта публичная полемика, это не полемика, вот эта политика в информационной среде, направленная, а может быть, ее объектами, самое страшное, что является именно отношение между двумя народами. Даже не межгосударственное отношение, а отношение между двумя народами. Вот эти заявления, которые делаются в Госдепе, и в Госдепе должны это понимать, слышат и понимают россияне. Как Вы считаете, как будут восприниматься Соединенные Штаты нашими людьми после того, как Вы пишете, что российские солдаты будут возвращаться в мешках, а терактов будет больше? Просто задумайтесь об этом. Мне кажется, уже даже скоро радио «Свобода» перестанет цитировать американских представителей. Я хотела бы еще остановиться на одном моменте. То, что мы слышим и видим сейчас из Вашингтона, по линии Госдепа, Белого дома и особенно силовых ведомств, это, конечно, очень непоследовательные метания, которые, похоже, находятся на грани какой-то истерики, конкретно по сирийскому вопросу, по ситуации на Ближнем Востоке, Севере Африки. Очевидно, эта нервная реакция вызвана с определенной ошибочной стратегией, которая была выбрана Белым домом на Ближнем Востоке. И, конечно, невозможностью выполнить взятые на себя обязательства, которые были, еще раз повторю, публично подтверждены Вашингтоном. Речь идет об обязательстве размежевать оппозицию и нусровцев. Возможно, нельзя исключать, что вот эта ошибочная стратегия, которая завела сейчас американцев в тупик в регионе, вот эта ошибочная стратегия – это следствие того, что на каком-то этапе администрация пошла на поводу у своих так называемых союзников в регионе, которые подталкивали их к определенным действиям в отношении ряда стран, смены режимов и так далее, и так далее. Конечно, безусловно, одной из причин является отсутствие такого хорошего экспертного потенциала в самом Вашингтоне на этом направлении. Возможно, это причина. Но, Вы знаете, не стыдно признать ошибочность своего курса. Стыдно, понимая, что курс ошибочный, и он приводит в тупик, продолжать упорствовать и следовать им, сметая, в общем-то, на своем пути все разумное, логичное и единственное правильное в этой ситуации. Я хотела бы еще привести... Это было не единственное заявление, которое прозвучало сегодня. Также выступил и господин Эрнст, пресс-секретарь Белого дома. Он заявил, что российские действия в Сирии не находятся в интересах российской национальной безопасности. Я хотела бы заметить господину Эрнсту, что Белый дом должен заниматься не российской национальной безопасностью, а американской национальной безопасностью. И будет очень здорово, если Белый дом позволит, например, странам Евросоюза заниматься их собственной национальной безопасностью. Тогда будет многое проще. Мы будем заниматься своей национальной безопасностью. ЕС постарается, наконец-то, выстроить свою собственную национальную независимую безопасность. И тогда Вашингтону действительно останется заниматься своими внутренними вопросами, связанными со своей собственной национальной безопасностью. Но вот этот интеллектуальный выплеск, он завершается, это было не только два высказывания, интеллектуальным было трио. И замыкающим выступил Марк Тонер, который порадовал заявлением о том, что, оказывается, вот эти обязательства по размежеванию оппозиции, умеренной оппозиции от Нусры должно было происходить по принципу самоидентификации. Это новое слово в сирийском урегулировании, такого мы еще не слышали. Возможно, господин Тонер просто не читал документы, которые принимались и согласовывались с российскими и американскими экспертами, где четко обозначено, они доступны на английском и на русском языке, там четко обозначено, какие на себя берет обязательства, например, Вашингтон, американская сторона, по работе с так называемой умеренной оппозицией. Как себе представляет господин Тонер, что оппозиция должна самостоятельно отмежеваться от Нусры, совершенно непонятно, по одной простой причине. Вот для этого самого самостоятельного отмежевания, для этого полгода назад был дан определенный период времени. Я хотела бы напомнить Госдепу об этом. В этот установленный, опять же, решением МГПС в период времени было предложено всем группировкам принять условия прекращения режима боевых действий и заняться политическим урегулированием, а именно присоединиться к диалогу не прямому, а посредованному через Организацию Обменных Наций, но диалогу с Дамаском. Проблема в этом и заключается, что очень многие группировки так и сделали, но часть из них, примкнувшая к Нусре и являющаяся на сегодняшний момент уже просто органичной частью этих боевиков, этого не сделала. Вот странно это объяснять Госдепу, но в этом и есть проблема, что сами они на протяжении полугода почему-то не стали отмежевываться от Нусре. И именно поэтому Вашингтон сказал, что может это сделать, и для этого им понадобится одна-две недели. Это ликбез, но, к сожалению, приходится им заниматься. Я хотела бы завершить эту очень неприятную часть сегодняшнего брифинга призывом к Вашингтону в случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможном нападении на российские города, о котором говорил сегодня господин Кирби, о возможных провокациях, террористических актах в отношении российских граждан незамедлительно сообщить Москве всю имеющуюся информацию. В ином случае других вариантов, кроме как считать это сокрытием информации, просто нет. В другой теме...